Привет, мои хорошие! Начинаю новый влог. Мы снова сидим на больничном. Неделю отходили в школу и сидим опять на больничном. Не знаю, хорошо это или плохо. Потихоньку закрывают школы везде и в Москве. Мы с Москвой рядом. Не знаю, может быть, пока посидим на больничном и нас закроют. Меня, если честно, в данной ситуации больше устраивает дистанционное обучение. Вот. Вот такие вот дела. Сейчас будем с вами распаковывать посылочку от Решей. Я уже этот бренд обозревала. Ссылочку в инфобоксе вам оставлю. Это натуральные растительные компоненты. Это отечественный производитель. Это производитель с сертификатами. Вокруг этой марки, кстати, много нашумело разных споров и скандалов. Кто-то говорит, что это абсолютно неработающая косметика. Разливают там ее в баночки. Разливают самые дешевые продукты в баночки. Нет, девчонки, я пробовала уход за волосами. Масло для волос, которое мне безумно нравится. Сыворотка для лица. И я с этим абсолютно, кстати, не согласна. Мне очень нравится их уход. Сейчас вместе с вами будем распаковывать, тестировать. Итак, поехали. Вот как выглядит посылка. Она, кстати, приходит из Чебоксар. Давайте с вами скорее распаковывать. Какая красота. Ой, как упаковано здорово. Смотрите. Так. Открыли. Первое, что вижу, это, по-моему, скраб для тела. Я заказывала систему антицеллюлитную. Девчонки заказывала себе. Это кофейный скраб для тела. Мандарин. Еще и мандарин. Смотрите. Составы. С маслами. Потрясающий состав. Вообще состав потрясающий. Здесь достаточно много. Его слушайте. Надолго хватит. Давайте откроем. Посмотрим. Интересно. Жуть. Зип-пакетик. Какая красота. Слава Богу, он не сухой, девчонки. Вот крайне не люблю, когда приходят в порошке скрабы. Смотрите, уже прям руки в масле. Вот как он выглядит. Аромат. Ой, супер. Аромат кофе и мандарина. Потрясающий. Потрясающий зимний такой согревающий аромат. Здорово. Вот такой вот он. Уже смешанный с маслами. Это здорово. Что он не сухой. А то по всей ванной прям летал бы и летал. Мы с вами этот скраб вместе попробуем. Вы знаете, я люблю такие продукты на лицо тестить. Вообще кофейный скраб это вещь. Я раньше, когда пила кофе, молола сама и варила сама. И вот этот жмых, который оставался от кофе, я собирала в баночку. Потом смешивала с каким-нибудь гелем для душа. И получался у меня скраб. Эффект потрясающий. Лучше от любого покупного. В комплекте по уходу за телом антицеллюлитному была щетка. Смотрите, в каком она классном мешке. Здорово. Так, развязываем. Щетка большая. Я, кстати, думала, придет маленькая. Какая добротная щетка, девчонки. С натуральной щетиной. Здесь реше, да, написано. Смотрите, какая классная. Она такая тяжелая. С магазинными прям не сравнить. Вот честно. Такая тяжелая, так набита плотно. И такая жесткая. Такими щетками очень круто от целлюлита делать массаж на сухую. То есть берем руки, живот там, да, и прочие места. И на сухую вот так массируем. Вот и... Ой, как здорово. Она прям и отшлифовывать будет. Слушайте, такая хорошая жесткость и щетка. Как я люблю, да. Вообще класс. Супер. Еще с маслами массаж такой делает. Вот этой щеткой. То есть не в душе, да, с гелем для душа, а вот на сухую. Очень эффективный способ против целлюлита. Так, поехали дальше. Что же у меня такое красиво в мешочке еще? Я уже забыла, девчонки. У меня там и средства по уходу за лицом, и за телом. Так, у нас здесь, у нас здесь, мой хороший... А, дорожный набор мини-версии я себе заказала потестировать. Какая открыточка красивая. Ой, как здорово. И смотрите, здесь описание продуктов, которые у нас с вами будут в этом дорожном наборе. Твердая пенка для умывания. Так, вот она, наверное, да. Она у нас как мыльца, такое маленькое мыльце. Вот состав. 40 грамм. Мы должны в руках будем с вами вспенивать его и умываться. Твердая пенка. Они, кстати, разные есть у Рише. Это у нас... Не пересушивай ее, мягко очищает кожу. Они, в общем, есть разные. Под свой тип кожи берете, там их несколько. Смотрите. Вот какое. Это натуральный продукт. Смотрите, как здорово. Вот тут вот что-то еще такое темненькое, да, на этом конце. Ну-ка, запах. Ой, как вкусно пахнет фруктами. Невероятный запах. Прям фруктиками. Мультифрукт. Запах такой обалденно пахнет. Будем пробовать. Она такая даже, знаете, не мягкая. Нет, как твердое мыло. Запах обалденный. Запах. Так, протестируем с вами. Дальше что у нас в этом наборе? В дорожном. Так, это что, девчонки? Это что? Сейчас откроем с вами, посмотрим. На коробке ничего нет. Так, это у нас... Сыворотка, да? Сейчас, девчонки. Да, сыворотка. Контроль, себумы и пор. Это вот для моей кожи. Я себе подбирала именно по типу кожи. Эти наборчики тоже есть. Причем это мини-формат, вроде бы как. Но смотрите, здесь какой объем большой у сыворотки. Сколько здесь у нас? 30 миллилитров точно. Так, мы сейчас с вами посмотрим, где наша расшифровочка. Так, сыворотка, контроль, себумы и пор. Вот здесь тоже не написано объем. Сыворотка. И здесь нет. Помогает регулировать выработку себумы и контролирует жирный блеск. Класс. Вот такой сыворотки мне не хватало. Если честно. У них, кстати, крутые пипетки у Риши вообще. Они так здорово набирают продукт. Очень удобно. Смотрите. Сыворотка. Ой, какая она легенькая, правда. Легенькая-легенькая, как водичка. Очень вкусно пахнет. А душка еле уловимая. Такой чистотой какой-то. Знаете, пахнет. Здорово. Будем тестировать. Так, следующий продукт у нас тоже во флакончике. И что это у нас будет с вами? Так, это тоник. Если я не ошибаюсь, голос даже пропадает. Так, это у нас обновляющий тоник. Восстанавливает баланс, успокаивает кожу, помогает избавиться от жирного блеска. Сахай, баха, кислотами с витамином С. Это очень круто. Сейчас на осень, на зиму такой уход потрясающий. Тоник в стекле. Сыворотка тоже, девчонки. Это сразу уже знак качества для меня, что продукт в стекле. Здесь я, конечно, могу информацию поближе показать, но у нас тут состава нет. Можно состав на сайте посмотреть. Я вам ссылки на все продукты оставлю. Так, и в этом же наборчике у нас вот кремушка, по-моему, если я не ошибаюсь. Матирующий, да. Матирующий крем для лица, специально для комбинированной жирной проблемной кожи. Здорово. Он с SPF 15. Это круто. Для меня такого SPF достаточно. Ой, какая коробочка очень тяжелая. Тоже из стекла. Прям дорого, красиво, хорошечно. Смотрите, какой кремушек. Вон, такого розоватого, что ли, цвета розовато-серого. Легенький. По запаху такой же абсолютно, как сыворотка. Так же пахнет отдушка еле уловимая. Деликатная очень. Какая крышечка. Вообще, все из стекла. Так, здесь информация, но состава тоже нету на баночке, потому что это мини-версия. Классно. Легенький кремушек, здорово. Так, это весь набор дорожный. Вот в такой вот сумочке удобный. Сумочка пригодится тоже. Так, дальше, девчонки, что я заказала. Это у нас антивозрастной крем для лица, для всех типов кожи, потому что уже пора. 99,4 натуральных компонентов. Made in Russia. Это у нас отечественный производитель, что тоже очень радует. Так, по составу. Мои хорошие, вот состав. Кому интересно, да? И как у нас выглядит сам кремушек. Вот такая упаковочка красивая. Тоже стекло. Так, крышечка. Ой, тоже он такой розовенький. Сейчас немножко на руку нанесем, хотя бы понюхать. Тоже с вами все потом потестируем. Легенький, кстати. Это очень хорошо. Я не люблю, когда антивозрастные крема утяжеляют кожу. Одушка еле уловимая, вообще практически не чувствуется. Так, и дальше. Для волос, по-моему, я заказывала, девчонки. Сейчас с вами откроем пупырку. Так. Нет, это не для волос. Это относится к антицеллюлитному набору. Это масло, как раз с которым нужно делать массаж. После принятия ванны или душа распределите масло тонким слоем по коже, втираем массирующими круговыми движениями для полного впитывания. В общем, после душа, на мокрое тело, наносим масло и вот этой щеткой вот втираем. И эффект прям должен быть вау. Вот состав. Кому интересно. Красивая такая упаковка. Выбитые детали. Вообще здорово. 99 натуральных компонентов, да? 99%. И как же выглядит, смотрите, она и здесь у нас вот так. Там закрыто. Да, крвем. Сырка. Вылезай. Масло, точнее. Масло тоже в стекле. Такой красивый презентабельный флакончик. Антицеллюлитная. Фокус, не пропадай. Давайте посмотрим. Вот такой дозатор. Так. Ой. Тебе надо открывать, что ли? Ты чего не капаешь? Тут еще... А, нужно вот эту пробочку, наверное, открывать. А, вот, вот, наверное, девчонки. Опа. Да, вот эта пробочка. Так. Сейчас попробуем. Масло, прям масло. Желтенькое. Так. И прям вот действительно масло. Ой, какой запах обалденный. Мультифрукт тоже. Прям пахнет и манго. Мандаринчиками что-то такое. О, какая вкуснота. И цветочная какая-то отдушка. Очень вкусная маслица. Здорово пахнет. Вот как оно классно увлажняет кожу. Прям масло. Настоящее, натуральное. Достаточно густое маслица. Здорово. Антицеллюлитный уход. Это то, чего мне не хватало. Так. Ну и все, мои хорошие. Здесь у нас накладная, да. Вес посылки. Коробочку всю с вами разобрали. Будем скоро все с вами тестировать вместе. Доброе утро, мои хорошие. Ну что, давайте приступим к тестированию средств. Я вчера уже протестила вот эту вот щетку и масло. Вообще супер. Мне очень понравилось. Кожу не травмирует, несмотря на свою жесткость. Это вот как раз то, что нужно. Вообще супер. Прям сделаешь массаж, кожа покраснеет. За счет чего у нас уходят целлюлитные растяжки? За счет того, что улучшается кровоснабжение кожи, да. То есть массаж, то есть какое-то воздействие и так далее. Кожа краснеет, обмен веществ улучшается, кровоток кожи усиливается. В общем, круто на самом деле. Не травмирует, не больно, но жесткость прям такая, как надо. И после сухого массажа я после решила. Нанесла вот это вот маслице. Расход у него минимальный. Если на влажное тело, то вообще там несколько каплюшек очень понравилось. Вообще. Особенно запах от тела потом безумно пахнет. Класс. Так что я в восторге. В диком. А скраб с этой щеткой лучше чередовать. Один день скраб, другой день щетку. В один день вот эти продукты не делать. Мы сейчас будем с вами пробовать скраб на лицо. Я люблю, так вы знаете. И сначала мы умоемся. Сейчас у нас утро. Мы только проснулись. Умоемся вот этим вот твердой пенкой. Нам нужно будет размочить этот кусочек и вспенить в руках. И потом умыться. Какой классный аромат. Сейчас я размочу и к вам вернусь. Средство хорошо пенится. Смотрите. Прям пена такая обильная, упругая. Здорово. Так. И теперь умываемся. Этой пенкой очищаем наше с вами лицо. После ночи. Есть такие специальные мочалки для вспенивания. Я ни разу их не брала. Не знаю, насколько это удобно, девчонки. В фикс-прайсе, по-моему, они продаются. Очень обильная, очень густая пена. Смотрите, как здорово пенится. Сейчас мы с вами будем... Запах классный. Мне очень нравится вообще. Запах обалденный. Фруктики. Так. Сюда пенки. Почему рекомендуют умываться именно пенками? Не гелями, не молочком и так далее. Особенно для жирной комбинированной кожи. Потому что структура пены немножко отличается от гелий и так далее. Пена гораздо глубже проникает в ваши поры, очищает их. Немножко помассировали и все. Кожа у вас уже чистая. Гель, молочко и так далее. Оно так не проникнет глубоко и не очистит так вашу кожу. Так, ну все. Смываемся и будем делать скрабик. А вы знаете, мне понравилось. Кожа такая прям до скрипа очищенная. Матированная, но не пересушенная. Нет. Поры чистые. Здорово. Ну вообще. Очень понравилось. Ну, интересно как. Мне кажется, вот для жирной, для комбинированной кожи, для кожи склонной к каким-то высыпаниям, вот такой процесс умывания, вот эта вот твердая пенка подойдет очень здорово. Потому что не скажу, что оно прям стало каким-то напитанным. Но оно увлажненное, оно не пересушенное, оно заматированное. И до скрипа прям вот очищенное. Классно. Так. Теперь будем скрабик наш с вами пробовать. Вот он он. С божественным ароматом. Так, смотрите, девчонки. Сейчас опять буду сорить. Наверное. Я лучше над ванной сейчас опять же нанесу. И к вам потом вернусь. Надо, мне кажется, немножко лицо намочить, увлажнить. Чтобы скраб лучше ездил. Вот, девчонки. Он, несмотря на то, что уже смешан с чем-то гелеобразным, да? Он все равно такой сыпучий. Поэтому осыпается. Я над ванной поскрабирую. Кофе так на коже раскрывается обалденно вообще. И мандаринчик. Прям запах нового года. Словами не передать. Ну, кто пробовал кофейный скраб, тот меня понимает. Натуральный я имею в виду. Это чисто натуральный кофейный скраб. В общем, я сейчас как следует над ванной поскрабируюсь. И к вам вернусь. Слушай, скраб круто. Кофе это вообще мощный антиоксидант. Поэтому для кожи, мне кажется, самый лучший скраб – это кофейный. Кожа покраснела, особенно в Т-зоне. Клево проскрабировались. Она такая гладенькая. Супер все. Так, теперь у нас тоник. Следующий этап. Тонизируем нашу кожу с ахай-бх кислотами. Вот такая малышка. Я наношу на ватный диск. Вот здесь обычный такой горлышко, да, мини-формат. Вкусно пахнет уже. И тонизируем с вами нашу кожу. Аккуратненько по массажным линиям. Тоник приятный, комфортный. А душка приятная. Ой, кожа успокаивается сразу. Да, господи, вата попала. Да, прям краснота сходит. Декольте. Я бы декольте, девчонки, проскрабировала, но в формате видео это не очень удобно. Я обычно за декольте ухаживаю, когда сижу в ванной. Так удобнее для души. Так что вы имейте в виду все равно все, что мы наносим на лицо. То же самое мы по логике вещи должны наносить и на зону декольте. Так положено. Потому что шея у нас может стареть даже быстрее, чем лицо. За ней тоже надо ухаживать. Тоник классный. Кожа прям после него увлажненная. Пахнет здорово. Дальше сыворотка. Следующий этап. Это достаточно большой флакон для сыворотки. И на декольте. Ай-яй-яй, утекает. Утекает декольте. Так, по сыворотке что у нас? Легенькая. Да, легенькая сыворотка. Быстро очень впитывается. Прям надо успеть распределить. Да? Как фуберлик варю вот эти вот эликсирчики. Тоже быстро очень впитывается. Надо успеть распределить. Так, распределили. Кожа приобрела, девчонки, такое что ли сияние изнутри, но никакого жирного блеска. Потому что сыворотка как водичка. Прям легенькая очень. Следующий этап у нас с вами кремушек. Вот он он. Красивый. Так. И сейчас мы с вами наносим его. Крем достаточно плотный. Но это линейка у нас, которая решает проблемы излишнего выделения себума. Сейчас посмотрим. Матировать должно. Слушайте, ну кремушек тоже на коже, да? Достаточно легенький. Да, он не ощущается на коже. Ой, и лицо матируется. Если после сыворотки было вот это сияние, да? То сейчас нет. Все. Лицо матируется сразу. Даже он еще не до конца впитался, оно уже матируется. Здорово. Мне очень понравилось, слушайте. Вообще красота. Классно как. Здорово. Я довольна. Мне нравится. Крем не утяжеляет. Это супер. Крем у нас, ну и заявлен как матирующий. Вообще потрясающе. Прям дневной уход здорово. Ну, антивозрастной кремушек у нас тогда возит ночным уходом. А вот это на дневной уход прям здорово. Супер. Сейчас надо какой-то питательный крем на декольте нанести. И наш уход с вами завершен. Мне нравится, как выглядит кожа. Скраб вообще чувствую. На теле он раскроется. Ой, супер. Обожаю такие продукты натуральные. Так, все. Вот наш уход с вами завершен. Я довольна продуктами от Реше. Вам их искренне рекомендую. Прям понравилось. Сейчас, кстати, 50% скидка у них. Так что переходите по ссылочке. Ссылка будет под видео. На все продукты. На сайт. Переходите по ссылочке. Знакомьтесь, смотрите. Сейчас у них очень классные скидки. А я прям очень довольна. Вот, девчонки, кожа при дневном свете. Заматированная. Крем невесомый. На коже его не чувствую. Очень круто. На солнышке. У нас тут улегся. И намывает кого-то. Максик. Максик. Да ты жулик. Максик, Максик. Солнышко. Хорошо, да? Солнышко. У нас все еще бабье лето. Золотая осень. Вот такая. Очень красивая. Тепло. Невозможно. Днем. 20-21 градус. Ну, на солнышке даже побольше. Ночи, правда, холодные. Ночью, уже вечером, утром холодно совсем. А днем прям красота. На балкончике у меня стоят вот такие цветочки. Они как бы одного семейства, но почему-то совсем разные. Этот у меня тысячу лет. Я его периодически пересаживаю. Вот такой он классный. А вот этот с белыми полосками. Хотя тут тоже есть с белыми полосками. Вот листочки. Есть с белыми. Здесь два вида. Есть просто зеленые. Вот этот весь с белыми. Я его притырила, по-моему, у соседки своей на работе. Мне понравился он. Подкормила сразу, как следует. И он стал у меня кучерявиться. Закручиваться. Вот весь такой кучерявый. Невозможное количество вот этих вот... Как они называются правильно, девчонки? Я не цветовод, но всю жизнь люблю, конечно, зелень. В школе постоянно какие-то отростки брала. Дома цветов было неимоверно у родителей. Вот. И он постоянно выпускает эти стрелы. Стрелы, да? Они толстенные. Жутко листья сами толстеные. Такой цветок добротный получился. Вообще здорово. Я его рассадила. Рассадила прямо в поддон, в котором у меня лук был. Цветочки еще какие-то сидели здесь у меня. Рассадила. Вот эти вот стрелы, смотрите, понатыкала. И вроде все живы. И будут расти. Представляю, как в этом поддоне он закучеряется, распушится. Мне кажется, будет круто. Вот. Вот этот тоже много стрел выпустил. Штук шесть, наверное. И вот уже цветет даже. Тоже нужно рассадить. Я люблю именно вот такие цветы. Мне не обязательно, чтобы цветы цвели. Но когда много зелени, а от этих цветов ее много, то круто. Цветок счастья у меня еще стоит. И он у меня уже много-много лет. И не живет нормально. Я не знаю, как он правильно называется, девчонки. И не погибает. И пересаживала его, и подкармливала. Знаю, что он не любит прямые солнечные лучи. Но стоял он у меня в тени все лето. И был еще хуже. Сейчас его выставила на балкон. Смотрите, он у меня на кончиках вот так сохнет. Я его обрезаю периодически, да. И мало-мало новых листочков выпускает. Вот совсем мало. Но цветет при всем при этом иногда. Хотя вот такой вот хиленький. Не знаю, что с ним делать, девчонки. Он и не погибает, и нормально не растет. Хотя он у меня уже много лет. Вот этот цветок много-много лет. Он в таком вот состоянии все время не очень. Кто знает, как за такими цветами правильно ухаживать, напишите, пожалуйста. Он у меня такой хиленький всегда. Не знаю даже, что с ним делать. Вот. Вот такой у меня цветничок на балконе. Люблю, когда зелень. Сейчас похолодает еще немножко. Все перенесу в комнату. А вот этот плед, кстати, я вязала сама. Я вязала перед рождением дочери. Раньше вязала и одеяла лоскутные. Шила и одеяла, знаете, такие мягкие, с помпончиками. И одежду шила, и вязала. В общем, я любитель, если честно, рукодел. Но сейчас уже и времени нету на это. А раньше постоянно. Вот так вот пледик розовенький я вязала в колясочку дочери. Сейчас у нас на балкончике, здесь на сиденье вот так постелен. Сейчас, девчонки, будем печь с вами пироги с ананасами. У меня здесь есть тесто в пакете. Позавчера я пекла пироги, не пекла, жарила. Это жареные пироги с капустой. Сейчас хочу сделать с ананасами. Завалялась у меня вот такая вот баночка. Так, у меня тесто на рисовой муке. Девчонки, я вам подробный рецепт теста тогда в инфобоксе пропишу. Мука у меня рисовая, то есть более полезное тесто. Тесто кефирное. Здесь, по-моему, 350 грамм кефира. Муку на глаз всыпала и размешивала. Столовая ложка масла подсолнечного. Сахар, соль по вкусу. Заговариваюсь уже, господи. По-моему, ложка сахара, пол чайной ложки соли. Как-то вот так вот. Немножечко на кончике ножа соды. И вот это такое вот кефирное тесто. В пакетике оно у меня в холодильнике лежало. Сейчас будем с вами доставать, раскатывать и делать пирожки, начинять их ананасами. Должно быть, мне кажется, вкусно. Первый раз делаю с ананасами. Девчонки, ананасы у меня какие-то огромные в банке, поэтому я их забрала, заблендерила погружным блендером. У меня получилось вот такое ананасовое пюре. Раскатываю тесто кусочками. Можно потом треугольнички вырезать, квадратики. Как вам нравится. Я делаю квадратиками. Вот так вырезаю. Сейчас покажу. Так, ложечку берем. Накладываем наше пюре. Я слила как следует ананас, но все равно немножко такая водянистая консистенция. Так, начинки побольше. Вот здесь еще обрежем. И вот так вот сейчас буду защиплять. То есть лодочкой как бы делать пирожок по краям. На ужин, девчонки, буду делать курицу. Сейчас расскажу вам самый вкусный рецепт. Я делаю обычно в соусе терияки. Если у меня нет соуса терияки, я беру пару ложек соевого соуса и пару ложек столовых меда. И это тот же самый терияки. Если посмотрите на состав этого соуса, то у нас там мед. Найди попробуй состав. Это сахар, пюре, яблочное, соевый соус. Сушеные бобы, пшеницы, тра-та-та-та-та-та-та. Ну, в общем, это соевый соус и что-то сладкое, да? Вот в данном случае мне нравится именно соевый соус с медом. Вообще потрясающе. Я выдавила два зубчика чеснока. Сейчас мы добавим немного соли. И будем смазывать всем этим делом курицу. И соус терияки я сейчас добавлю сюда в тарелочку. Теперь размешиваем все это дело. Это прям густой соус. У меня до этого был от другого производителя. Он был пожиже. С чесноком, солью перемешиваем как следует. И натираем всем этим делом курицу. Прям вот так вот можно, не жалея. Со всех сторон кисточкой курицу натирать неудобно. Она мне еще и в чашку влезла. Вот так ее натираем. С другой стороны сейчас. И вот в таком виде. Внутри я ее натерла все как следует. Она у нас стоит и ждет своего часа. Можно на ночь так сделать. Можно сделать так за пару часов до готовки. У меня, собственно говоря, за пару часов до готовки. Я сейчас ставлю в холодильник, она так будет стоять. И потом в духовочку пойдет печься. Пирожки между тем приготовились, поджарились. Вот такие красавчики получаются. Я уже один слопала. Очень вкусно, кстати, с ананасом. Именно в виде пюре. Они получаются непритерные, практически не сладкие. Ну, в общем, столько пользы в одном пирожке. Не считаю, что они жареные. Здесь рисовая мука, яички, немного сахара, немного соли и ананасы. Очень вкусно. Мне понравилось, девчонки. Ну и все. На этой ноте буду с вами прощаться. Надеюсь, что была вам интересна и полезна. Все ссылочки в инфобоксе полезные. Проходите, смотрите, знакомьтесь. Там же оставлю рецепт теста вот этого кефирного. Всем пока-пока. Всех люблю. Целую. Всем приятного аппетита.